и на той стороне, где проходит видеоконференц-связь. То есть где ограничения именно по такому признаку, по месту положения, по месту нахождения. Это открытое судебное заседание, есть принцип гласности, и он должен соблюдаться в полной мере. То есть где-то его соблюдать, а где-то его не соблюдать. И вот сегодня это было нарушено, это право. Сначала впустили многих слушателей, в том числе и журналистов, а потом почему-то выгнали, всех выдворили. Для меня, конечно, это было примечательно. Продолжение следует... Продолжение следует... ...много момента было непонятно. Прокурор в этом случае ссылается на то, что имеется профессиональный защитник, который должен ему разъяснить и все остальное. Однако я на это возражал и сказал, что это не входит в мои обязанности разъяснять неконкретное обвинительное заключение. И ходатайствовал перед судом для того, чтобы данное обвинительное заключение вернули прокурору для конкретизации и уточнения. Продолжение следует... 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 надуманные и абсурдные обвинения. Вот в этом плане, конечно, ребята высказались. Когда мы будем уже непосредственно в Ростове, на каких-то заседаниях, из тех, которые будут в будущем, мы уже непосредственно при контакте с ними, мы, может, спросим подробнее о каких-то таких личностных моментах. Сейчас нам удалось с ними поговорить только по видеоконференц-связи, и то небольшое время. Единственное, что известно, что и Меруси Инпуку, и Муслима Алиева перевели в другое СИЗО, так называемое СИЗО ФСБ, которое контролируется, которое находится рядом со зданием ФСБ. И стало мне сегодня известно, что очередной раз моего подзащитного Алима Варифата перевели спец.